5 апреля сахалинские рыбаки устроили испытания для спецслужб острова. Почти 100 человек вышли на лёд озера Изменчивое. Все они не учли погоду и толщину льда. Как итог, в 5 часов вечера спасателям поступил сигнал об отрыве льдины. К месту червячанной ситуации были спасатели по использованию спасательного отряда имени Полякова, главного управления МЧС России по Сахалинской области, в составе трёх человек и судно на воздушной подушке ХИУС. В 17 часов 20 минут спасатели перевезли с родины 41 рыбака и 50 рыбаков вывели из следового поля в пешем порядком в сопровождении. Однако счастливого конца у этого происшествия нет. Двое пожилых мужчин так и не вернулись. На расстоянии 170 метров от берега они провалились под лёд. Спасатели нашли их тела и на судне с воздушной подушкой доставили их на сушу. В Карсаковском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о гибели двух мужчин, вышедших на лёд озера Изменчивой и провалившихся в воду, проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчин преступления не обнаружено. Установлены личности погибших. Ими оказались 71-летние и 75-летние жители областного центра. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства смерти сахалинцев. В Долинском районе в среду спасатели и полицейские были на ногах с самого утра. Там пропал любитель подлёдного лова. 59-летний сахалинец отправился рыбачить на реку Найба ещё 4 апреля. Утром следующего дня представители спецслужб выдвинулись на его поиски. В результате обследовали 7 квадратных километров. При этом задействовали лодку и квадрокоптер. Но результатов это не принесло. Поиски мужчины всё ещё продолжаются. Уважаемые жители и гости островного региона. Не подвергайтесь своей жизни и здоровью неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Ваша безопасность – это ваша ответственность. Телефон Единый. Спасатели 112. 12. 12. 12. 16. Продолжение следует...